Пендент Эмиль Шлеймович. По улицам города Мицпэ-Рамон мирно бродят горные козлы. Люди здесь тоже живут. Четыре с половиной тысячи душ. Именно на людях местные власти решили поставить эксперимент. Известно, что на Рошашана евреи любят вкушать яблоки в меду. Но тут опробовали новый рецепт. Пожилым людям на праздник подарили просроченную горчицу. Вот это что такое? Это горчица, которая уже просроченная. Она очень противная. А я ее взяла, знаете, для чего? Когда у меня обостряется остеохондроз вот здесь, шейно-грудного отдела, я беру горчицу, ложу на тряпочку, сначала ложу бумагу, пергамент, и потом сверху тепло, и мне очень помогает. А есть ее нельзя. Так что делать с горчицей? Яблоки в нее макать? О таком подарке пенсионеры даже вспоминать стесняются. В клубе тоже предпочли бы молчать, но по другой причине. Тут просто не хотят выносить горчицу из избы. Я не хочу все эти снимки, если он не знает, потом начнется сейчас. Это же не секретный объект. Это абсолютно секретный объект. Но это объект, знаете, как в маленьком городе, это все политические эти самые. И скажут, что он пригласил для того, чтобы ему нужно, или... Не хочу. Без его разрешения просто-напросто не хочу. Здесь, когда ругаются в медсферамоне один с другим, а перегрызли все на свете. Пусть мне кто-нибудь даст горчицу. Хорошую горчицу можно купить в местном некошерном магазине. Но поскольку ругаться местные политики и в самом деле любят, могут и хотят, то по поводу его открытия тоже бушует с клока. Одного из депутатов обвинили в некошерных кулинарно-политических связях с другим депутатом. Да, я связываю это с политическими интригами города Митсперамона. Так как буквально спустя месяц после открытия магазина вышла очередная рекламная листовка с обвинением в адрес господина Заргара Ицек. Он не имеет к этому магазину никакого отношения. Листовка против него на основании того, что пытается стравить против него определенное количество населения верующих. В тот день, что эта листовка была обнаружена по всему городу, во всех почтовых ящиках, в 8.15 утра лично я и еще несколько человек видели в городе, внутри почтового отделения с пачкой запечатанных по всей родности вот этих листовок бывшего мэра города, мужа нынешнего мэра города Флоры Шушан. Семейными узами в городке все в порядке. Сначала им руководил сами Шушан, муж сестры Амира Переца. Потом он решил освободить кресло для своей супруги. А сам ушел в Гестадрут. Ну и в горсовете тоже остался. Депутаты с этим мириться отказались. И в оппозиции оказалось вдвое больше людей, чем в коалиции мэра. Нас несколько месяцев назад пригласил генеральный директор Министерства внутренних дел на совещание. И он сказал, вас большинство, сделайте такой бюджет, который вы хотите. Потратьте городские деньги на то, что вы хотите. Все в ваших руках. Зачем вы разваливаете городской совет? Они сказали, мы предпочитаем временную администрацию, чем управление городом под руководством Флоры Шушан. При дефиците в 7 миллионов шекелей МВД потребовало сократить бюджет на 2 миллиона. Новое руководство решило резать по-живому. Например, сэкономить на машине скорой помощи. Мы не можем с этим согласиться. Я не понимаю, по какой причине перестали выделять деньги на спорт. Немного же надо. От силы 100 тысяч шекелей. Однако новый мэр их не дает. В итоге прекратили существование футбольной и баскетбольной клубы, закрыта теннисная и шахматная секции. В Израиле нет другого поселка, где бы вообще не было спорта. Здесь раньше десятки подростков играли, а теперь никого нет. После того, как Мошедерри плеснул в лицо ненавистному конкуренту кофе, они с Сами Шушаном обменялись взаимными судебными исками. Ясно, что в такой атмосфере на лад у этих товарищей дело пойти не могло. Благо города избранники отодвинули на второй план. 51% жителей города проголосовали за этого мэра. Ему не дали работать ни одного дня. Просто решили, что надо создать ему такие условия, чтобы он ушел. В чем это проявилось? Это проявилось тем, что каждый день он получал 5-6 запросов, на которые он должен был отвечать, а не работать, от членов городского совета. Это заключалось в том, что голосовалось против любых поступлений денег в город для самых благородных целей, для благоустройства города, для установления, допустим, лавочек. Я с ужасом ежемесячно просматривал списки людей, которые получают зарплату через Еврак-Аль-Кали. Она превратилась в место, где получали зарплату люди, которые обслуживали семью Сами Шушина. Это его личные водители, секретари, помощники. На фоне мелких склок доругались до крупных проблем. Местный совет распускают по домам, а руководство принимают на себя МВД и Временная комиссия. 10 депутатов горсовета так и не смогли поделить 40-миллионный бюджет, сократив его на 2 миллиона. Как того требовали сначала Ронни Барон, а затем и Мэйр Шетри. Обычно города до последнего борются за собственную независимость. Ситуация в МИЦП РАМОН уникальна тем, что здесь сами депутаты горсовета выступают за ликвидацию органа местного самоуправления. Судя по состоянию, до которого доведен город, плакать по поводу ухода руководства здесь мало кто будет. Впрочем, новый мэр еще может сохранить свой пост. А просроченная горчица – подходящая приправа к основному блюду, в котором главные ингредиенты – некомпетентность, безответственность, политические амбиции и семейственность. Израильтянам эти блюда столь привычны, что уже приелись. Вообще, вы знаете, что вы меня извините, но многие считают, что старые люди – разве это уже люди? Им уже все равно, что кушать. Горчички. Ага.